Потерпевшим выдавались только квитанции к приходно-кассовым ордерам, не являющимися документами финансовой отчетности. То есть подсудимая создавала видимость исполнения обязательств. Зачитывали приговор почти три часа. На многочисленных листках доказательство вины Дарьи Праведной, бывшего директора турфирмы «Турлидер Плюс». Обвиняемая продавала путевки за границу, заманивала низкими ценами, люди покупали, но до места отдыха так и не долетали. Праведная продавала воздух, деньги оставляла себе. Пострадавшие, а их 30 человек, на предпоследнем слушании требовали для женщины реальный срок. В общей сложности обвиняемой удалось выманить у клиентов больше 5 миллионов рублей. Государственный обвинитель требовал 4 года лишения свободы. Судья сегодня и назначил 4, только условно. Назначить праведное наказание в виде лишения свободы с применением положения ст. 73 с установлением испытательного срока, дав их таким образом возможность достойным поведением доказать исправление, возместить вред, причиненный преступлением. В качестве обстоятельств смягчающего наказания праведный суд признает, учитывая частичное признание вины раскаяния в содеянном в ходе предварительного следствия, совершение преступления впервые и наличие малолетнего ребенка. А возмещение в период какого времени должно быть? Никто не будет возмещать, вы уж погадаете. Она работает или нет в данный момент? Да ну что вы смеете что ли? Она не будет смещать. Да не, вы работаете, нет? Получается она сторожа безнаказанная. Пускай сидит. Она о ребенке не думала. Прежде было брала, хорошо ей было. Пользовалась чужими деньгами на свои благи. Ездила за границу, сама и маму посылала. В тот период, когда обманывала. Да? Судья пояснила, что возмещать ущерб праведное будет в течение своего условного срока 4 лет. Пострадавших это не устроило, они требуют реального наказания и уже подумывают обжаловать приговор. Елена Кузовкина, Валентина Аскерова, Дмитрий Денисов. День с толком. Еще.